Фотографии этой белокурой красавицы уже не первый год широко обсуждаются в соцсетях. Многие задаются вопросом, кто же эта девушка. Знакомьтесь, Алиса Маненок, студентка Казанского Федерального Университета. Несмотря на то, что она активно занимается волейболом, Алиса нашла время и для модельного бизнеса. Первые результаты не заставили себя ждать. Студентка КФУ представила Россию на престижном международном конкурсе красоты Miss International 2016. Финал состоялся в столице Японии. За корону боролись 70 участниц. Красавица из Казанского Университета уверенно вошла в топ-15 самых красивых девушек мира. Ну, конечно, как и всегда, это грандиозный опыт в моей жизни. Колоссальный, такого еще никогда не было. Впечатления исключительно положительные. Как бы тяжело не было на конкурсе, но все равно, приезжая уже сюда, возвращаясь в Россию, остается лишь только какие-то позитивные моменты в голове, и ничего плохого даже на ум и не приходит. Поддерживать статус одной из красивейших девушек страны и мира не так просто, как кажется. Несмотря на все трудности, каждая красавица должна быть умелой, сдержанной и женственной в любых ситуациях. Даже если модель остается без сна и отдыха, а жизнь за кулисами заслуживает отдельного внимания. Конечно, ходят стереотипы про то, что девушки там и стекло подсыпают друг друга в туфли, и платье режут, и еще что-то. Никогда за весь мой опыт не было ничего подобного. На самом деле это все очень глупо, потому что даже вот я себя представляю, ну куда там идти, резать чье-то платье, за своим бы уследить еще для начала. Ну и на самом деле это все очень глупо, потому что у всех все есть запасной, и в принципе из таких ситуаций выкручиваются, и ни на что это не влияет. Всех наград Алиса Маненок не счесть. В копилке достижений Алисы такие престижные титулы, как первая вице-миста Торстан, топ-модель мира 2015. Кроме того, несколько месяцев назад Маненок стала самой красивой волейболисткой России. Но останавливаться на достигнутом красавице, конечно же, не собирается. Я поняла, что останавливаться на этом нельзя. Топ-15 это, наверное, большой шаг. Это один из самых престижных конкурсов, конечно же. После этого нельзя просто сидеть на месте ровно и ничего не делать, просто позабыв об определенном этапе жизни. Да, это этап жизни, но это также и большой толчок к каким-то новым свершениям. Конечно, я буду стараться идти дальше по этим же стопам, развиваться в этом же направлении. Принято считать, что за двумя зайцами не погонишься, но Маненок разбивает известный стереотип, совмещая две сложнейшие деятельности – спорт и карьера модели. Это еще раз наглядно доказывает, что красота – это не только внешность, но и безупречный талант. Адель Шамилова, Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз.